Друзья, почему на выборах 6 октября надо голосовать за Русский Союз Латвии? Список номер один. Сегодня латвийское общество переживает переломный момент в своей истории. Когда-то в парламенте творчески и продуктивно работала многочисленная фракция за права человека в Единой Латвии. Именно Запчел совместно с уличным протестным движением штаба защиты русских школ в 2004 году смогла спасти образование на русском языке, защитить культурные, языковые и экономические права русского населения. Националисты и их сторонники боялись касаться русских вопросов, старались сдерживать свой оголтелый русофобский насиск и считались естественными правами и интересами русской общины. До 2010 года паритет сохранялся, равновесие соблюдалось. Никто не смел покуситься на русское образование. Вспомните, даже в страшном сне мы не могли представить, что кто-то всерьез выскажет идею о том, что все русские школы нужно безоговорочно перевести на латышский язык обучения. В результате, без прецедент на лживой кампании, развязанной против честных и принципиальных политиков Запчел, партия утратила представительство. И вот тогда, после 2010 года, начались перемены. Были резко повышены штрафы за недостаточное владение латышским языком при исполнении профессиональных обязанностей, за которые приголосовали все партии парламента. Была сорвана попытка организации референдума за предоставление гражданства всем желающим негражданам. Был усилен градус русофобских высказываний националистических партий. Была ужесточена дискриминация русского населения по всем направлениям. В целом, после устранения Запчел из парламента, путем нечистоплотных политических интриг, началось последовательное наступление на культурно-языковую автономию русского населения и других национальных меньшинств, которая продолжается до сих пор. Ничем не сдерживаемая, безнаказанная русофобия правящих партий приняла системный характер. Наконец, в 2014 году над русским образованием нависла реальная угроза, которую нам удалось предотвратить. Тогда лично я, Александр Филей и Мирослав Митрофанов, ныне действующий депутат Европарламента, организовали мощную акцию протеста напротив Кабинета министров и глава Министерства образования Инна Друветте уступила. Было достигнуто хрупкое перемирие. В 2018 году правительство Латвии вновь покусилось на судьбу наших школ. И вот начались перемены. Все партии, входящие на данный момент в парламент, в целом согласны с ликвидацией образования на русском языке. Только Русский Союз Латвии встал на защиту наших ценностей и буквально за полгода организовал масштабное народное движение против преступных намерений этнократического режима покончить с русской школой. А это значит и с русской культурой, с русской историей и будущим русского населения Латвии. Цель Русского Союза Латвии в новом сейме обеспечить реальное, а не фиктивное представительство русскоязычного населения и сохранить преемственность образовательных и мировоззренческих традиций русской культурно-языковой общности страны. Латвия — это наша страна, и мы добьемся того, чтобы она была процветающей, богатой, самодостаточной как в интеллектуальном, так и в экономическом плане. Все попытки ущемления прав русского населения оказались возможными в связи с отсутствием Русского Союза Латвии в сейме. Вместо того, чтобы совместно спасать наши школы, наш родной язык, наши культурные традиции, нам предлагают согласиться с полным переводом всех образовательных программ только на латышский язык. А уже потом так и быть. Полтора-два часа ребенок сможет в дополнительное свободное время позаниматься немного на русском языке. Замена преподавания на родном языке факультативом после основных занятий — это низведение русского языка до уровня кружка художественной самодеятельности. И эти дополнительные уроки в стиле воскресной школы для общины чужаков-мигрантов потребуют особого финансирования за счет ваших налогов. Но зачем, если можно просто изучать все предметы на родном языке, а латышский язык осваивать на уроках латышского языка? К тому же эти фантастические идеи будут финансироваться только Рижской думой и только до поры до времени. Русские родители останутся у разбитого корыта. В результате такого латышизированного образования мы можем получить целое поколение манкуртов, иванов, не помнящих родства. Обратите внимание на возраст учителей. Через 2-3 года большинство высокопрофессиональных педагогов, замечательных специалистов, работающих в русской школе, вынуждены будут уйти. На смену им придут молодые учителя-латыши. Какая разница, где работать, если все школы будут латышскими? Дороги для русского учителя не будет. И какое качественное воспитание и образование русских детей возможно в условиях, когда в школах в перспективе не останется ни одного русского педагога? Эта псевдореформа, по сути, является легализацией полномасштабной культурно-идеологической зачистки наших школ от русских педагогов, которые не будут соответствовать новым критериям качества преподавания. Потому что они слишком русские, а значит, представляют угрозу национальной безопасности и заведомо нелояльны государству. Задумайтесь над этим. Последствия такого эксперимента гораздо серьезнее, чем нам кажется. Это снос всего русского образования и неизбежная маргинализация и ассимиляция новых поколений русских детей. Согласно официальной статистике, уже сейчас 65% всех наркозависимых жителей Латвии это люди, для которых русский язык является родным. Во многом это последствия преступных попыток расправиться с русскими школами. Это последствия жестокого психологического давления латышских политиков на русских школьников, которые лишены возможности свободно и равноправно конкурировать с латышскими сверстниками. Таким образом, русских детей целенаправленно превращают к безразличных ко всему недознаек, с опустошенным эмоциональным фоном, с равнодушным отношением к действительности и с невысоким интеллектуальным багажом по окончании учебного заведения. Кто-то наймет репетиторов или сам будет заниматься с детьми, но многие не смогут себе этого позволить из-за нехватки денег или постоянной занятости. Большинство же постигнет печальная участь мигрантов на чужбине или маргиналов, которые даже выехать никуда не смогут. Хотим ли мы таких перемен? Нет, не хотим. Мы хотим жить, учиться, работать и творить в своей стране. Единственная сила, которая отстоит права русской культурно-языковой общности – это мы. Русский Союз Латвии. Список номер один. Мы направим развитие страны в созидательное русло. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok